25 ноября поле озимой пшеницы посеянной подсолнечнику в точечном к евролайтингу предшественник перед подсолнечником озимая пшеница вот так выглядит покров вот так выглядит сама пшеница фаза кущения состояние очень хорошее пшеница норма высева здесь тоже три с половиной даже меньше тут 3 3,2 получилось миллиона у нас брали определенное количество семян и засевали поле целиком чуть-чуть не хватало, поэтому норму немножко уменьшили но выглядит очень хорошо это сорт комбин первая репродукция немецкий сорт купили посмотрим купили на семена, на разводения в прошлом году его брал но в первую очередь о том, что здесь тоже как бы есть выражение желтые листья но не так явно выражено, как на других посевах вот по подсолнечнику что я предыдущее там видео показывал то есть там просто пятнами здесь как бы такого нет здесь немножко еще лучше развитие здесь хорошее то есть сами по себе семена конечно очень сильные хочу просто сравнить вот семена первой репродукции купленной и та, которая уже вторая репродукция была выращена мною потому что в прошлом году не получилось этот сорт был посеян самым поздним там в районе 15 ноября по-моему мы его сеяли поэтому в зиму входило в фазе одного листа соответственно урожайности там практически не было 38,4 по-моему если мне память не изменяет была урожайность поэтому сравнивать как бы было не с чем сейчас в принципе сроки везде соблюдены посмотрим сколько даст это поле это пшеница вот и сколько даст комбин который уже я себе скучно буду оставил на семена потому что по предварительным оценкам как бы приятель у меня в Виннице сеет немецкие сорта ну как бы первая репродукция которую он покупает от второй репродукции которую выращивает сам очень большая разница урожайности до 30% поэтому хочу проверить в общем потихоньку они нас подсаживают грубо говоря и на гибриды пшеницы тут у нас вот грибочки растут бурьянчик зимующий мох опять же у нас тут растет тут в комментариях люди писали что там кто-то им сказал что мох какой-то агроном это показатель деградации почвы ну спорить не буду каждый останется при своем мнении ну вчера разговаривал там с наукой два человека с большим опытом в работе в сельском хозяйстве в селекционных институтах с большим опытом работы на земле сказали что мох это следствие переуложненности почвы и затененности то есть недостаточного освещения солнечного никакой деградации почвы здесь речи быть не может ну это так как отступление лирическое в общем пшеничка выглядит хорошо посмотрим как перезимует ну к разговору о сортах то есть я как бы противник гибридизации но деваться как бы некуда как бы тут я не противился но если эти сорта будут давать гибриды будут давать урожайность выше чем наша селекция куда мы денемся конкуренцию скажем так зарабатывание денег никто не отменял вот если будем конечно идти вровень то сильно большой разницы не будет конечно будем сеять свои сорта если мы загубим свою селекцию посадят они нас на гибриды и будем мы здесь курить бамбук в один прекрасный год они нам откажут в семенах и все и хана